Дорогие друзья, всем привет! Всех приветствую в Канаде! Как вы видите, мы сегодня идем в магазин Манго, но сначала очень-очень быстро я хотела вам показать. Вот, зашла в универмаг, в котором, собственно, находится отдел Манго, и наткнулась, просто вот уткнулась носом во все эти елки, рождественские украшения, всякие вот прибамбасы к Рождеству на улице середины октября, а в Канаде уже вовсю-вовсю готовимся мы к Рождеству. В Канаде вообще культ Рождества, и начинают готовиться к нему очень рано, стараются как бы вот находиться в этом spirit of Christmas как можно дольше, поэтому начинают заранее, начинают где-то с середины октября. Ну, а теперь пойдемте в Манго. Ну что ж, девочки, давайте посмотрим, что у нас есть новенького в Манго. Я сегодня не в большом магазине, в котором я обычно снимаю, этот магазин поменьше. Я вам уже говорила, наверное, что у нас Манго – это часть большого такого магазина, большого мультибрендового магазина. Вот посмотрите, какой хорошенький свитерочек, всего за 28 долларов. А что это за размер? Ой, давайте посмотрим. Смол. Смол. Наверное, хотя он такой большой, широкий. Возьмем. Ведь у нас же зимой хочется свитеров, правда? А вот смотрите, какой красивый. Как приятно, что у них сейчас на все свитера, не на все, а на многие распродажи. Посмотрите, какие красивые свитера. Боже, кто-то кричит. Он подороже, он стоит 56 долларов. Ну, может, тоже померить. Я не люблю вот такую вот большую бурлу. Но посмотрите, какой невидный. Да? Я понимаю, что я так снимаю. Но здесь так тесно в магазине, что я даже отойти не могу. Посмотрите, какой он интересный. Такой пятнистый и с косами. Как пятнистый, как коровый. Так. Я вообще нацелилась тут на их свитера. Вообще попала на распродажу практически. Я сначала пришла просто так поснимать. Потом смотрю, у них тут много сейлов. 42. Какой красивый. Тоже 28 долларов. Ничего, недорого. Правда, он тоже экстрасмол. Но он тоже широкий. Единственное, что... Он короткий. Широкий, большой. Притяжка какая-то. Возьми. Вот я помню эти все свитера, кофты. Прошлась зимой, по-моему. Я снимала зимой. Я помню их все. 71 доллар. Это такая кофта на пугольцах, жакет, кардиган. Тут много платьев. Много вот таких вот. Смотрите. Вот таких вот кофт, связанных в цветочек. С ценой вообще полная непонятка. Ой, что тут еще есть? Платьица какие-то. Ну, к платьицам я сегодня как-то не готова. Это, кстати, все летнее у них. Из летней коллекции. И вот оно сейчас все на распродаже. Посмотрим, если я найду что-то действительно интересное. Или, может быть, мне поискать новую коллекцию, посмотреть. Ну, тут, в общем, сплошные сарафаны. Много зеленого. Вот это, по-моему, новая коллекция. Джакетик. 150. Зелененький. Много зеленых вещей, знаете. Я не пойму. Это сейчас тренд или просто так? Так, это новая коллекция. 120 долларов платье. Ну, такое. Обычное совершенно платье. Клешное. С поясом. Это тоже из новых, по-моему. Это такое на завязочке с зоопарком. 99. Вот такое платье. Длинное. До пола. 99. Вот это то, про что я вам говорила. Что у нас, вот в Заре, например, такие все платья стоят 80 долларов. А в Манго стоят 100. Спрашивается, зачем покупать в Манго, куда в Заре? Можно купить немножко дешевле. Вот такой кардиган. Тоже было их много в прошлом году. Тоже сотни. Ну, тоже дороже. Ну, та же синтетика. Тоже все. Какой смысл? Так. Здесь еще вот такие вот юбки. Лиссированные розовые жакеты. За 180. Опять же, в Заре можно купить за 120. Точно такой же. Понимаете, если бы в Манго было качество лучше, я бы понимала. Но здесь качество то же самое. Так, кардиган. Белый. 120 максов. Плащики. 180. Окей. Так, это что-то еще все летнее. Свитера. А что у нас на манекенах? На манекенах у нас плащи. Значит, вот этот вот ренч синий. Потом вот такой свитер на манекене у нас. Это тоже новая коллекция у нас. Тут стоит судьи. Пальто красивое. Манговское. За 180. А вон здесь она висит. Ну, она такая маленькая, куценькая, коротенькая. Ну, красивый цвет. И такой вот есть бежевая на пуговице. И на поясе, как халат. Похоже на то, что я мерила в Юникло. Только она стоит 280. И тоже без подкладки. Я еще ругалась, что в Юникло она дорогая. Здесь она ровно на сотню стоит дороже, чем Юникло. Ну, может быть, у нее состав получше. Я сейчас посмотрю. Вы знаете, то же самое. 30% шерсти. Все остальное всякие синтетика. И тоже без подкладки. И стоит на 100 долларов дороже, чем Юникло. Вот вам, пожалуйста. Так что Юникло все-таки бюджетный магазин. Несмотря на мои крики и вопли стена, нечто там все дорого. А это Кельвин Клайн и тоже другую. Так. Я еще пошарюсь тут по мангу. Посмотрю, найду что-нибудь. Повыцепляю что-нибудь интересное. Здесь много. Видите, как всего. Джинсов я не люблю. Они мне не подходят. И пойдем в примерочную. Что-нибудь примерим, да? Я не уверена, что это мангу. Да, все еще мангу. Окей. Ну что ж, девочки. Я в примерочной. Я набрала свитеров. Потому что, если честно, в основном они все на селе. Ну и это актуально сейчас. Осень на носу. Что-то из новой коллекции. Что-то опять эти пиджаки, эти платья. Все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Свитера опять же. Новые коллекции. Ну такие же, как сейчас на распродаже. Зачем покупать новые свитера, если есть все на селе. Ну, окей. Но новая коллекция. Там есть и размеры. Здесь, значит, не очень. Как бы на селе по одной вещи. Вот. Ну что я вам хотела показать, кстати. Такая интересная примерочка. Я нахожусь в магазине Хатсонс Бэй. Видите, вот это Хатсонс Бэй. Так называется магазин. Это большой универмаг. Один из самых больших в Канаде. И вот в примерочной. Смотрите, здесь такой экран. И написано. Добро пожаловать в вашу примерочную. Добро пожаловать в помощника вашей примерочной. Значит, просканируйте свой айтем. То, что у вас есть. Чтобы начать. Чтобы начать что? Я не знаю. Наверное, вот тут вот есть какая-то красная кнопка. А, нет. Здесь надо сканировать. Вот я тупая. Здесь надо сканировать. И, наверное, вам принесут другой размер там. Или что. Чтобы вам не бегать и не искать продавца. Но это класс. Это смарт. Хорошо. Примерочная, кстати, неплохая. Не очень маленькая. Не очень грязная. Ну, чуть-чуть. Самое-самое чуть-чуть. Все, давайте начнем примерки из свитеров. Как раз я сегодня в джинсах. Так что вот нам будет удобно. Ну что, я начну со свитера коровы. Почему-то так я его назвала. Как пятна. Знаете, пятна как корова. Как на корове. Мне он нравится. Он на селле. Состав 1 акрил, полиэстер. И вот эта вот вся вот эта вот банда. Ну да. Акрил и полиэстер. Рукав вот такой. Кстати, девочки. Кто мне писал, что в мужских отделах длинные рукава. Я ответила, что мне и в женских отделах рукава длинные. Вот, пожалуйста. Я нахожусь в манго. Вот рукав. Женский свитер. Правда, это размер large. Но вот, как видите, здесь он мне абсолютно нормально. А рукав мне все равно длинный. То есть мне все равно все рукава надо задирать. Потому что у меня они все длинные. И что хочу сказать. Что он очень приятный на ощупь. У него красивая такая вязка косой. Косами. Не косой косой, а коса. Не косой в смысле на один глаз. А коса вязка. И у него красивая вмерла. Большой такой. Я не очень люблю говар. Но это большое, широкое и такое недушливое. Так. В общем, я ставлю этому свитеру из... Сколько сделаем? 10 баллов или 5? Ну, давайте сделаем 10. По десятибалльной шкале я ставлю ему 6. Потому что он красивый. Он полностью синтетический. Но он красивый и классно выглядит. Мне кажется, что он очень классно выглядит. И он приятный на ощупь. Вот это тоже важно. Потому что бывает синтетика прям такая скрипучая, гадостная. А этот прям классно. Так. Это large. И стоит он сейчас на сейле 56 долларов. 55,96, а стоил 120. Ого. Вот скажите мне за что? Он стоил 120 долларов. Абсолютно синтетический. Акрил, полиэстер и все прочее свитер. Не знаю. Не понимаю ямандовских цен. Не понимаю. Так. Симпатичный розовенький свитерок. Вот с такой вот здесь вязочкой. С такой вот мережкой. Или как это называется? Гырочкой. Короткий. Ну что это? Короткий. Совсем коротенький. Но это экстрасмог, если честно. Я же принесла примерять. Но он не узкий. Он просто короткий. 6% шерсти в нем есть. Все остальное синтетика. И я вам хочу сказать, что он почему-то стоил дешевле, чем вот этот вот свитер. Вот этот. Хотя в нем один полиэстер. В этом хоть 6% шерсти. Но он и сейчас стоит дешевле на сейле. И стоил дешевле как бы оригинальную рюксуну. Еще хочу сказать про состав. Девочки. Вот единственный магазин, в котором можно нормально просчитать состав, это Янипло, в котором большими буквами на... Не очень большими. Но все-таки более или менее разборчивыми буквами, даже можно увидеть без очков, написан состав на бумажной этикетке. Вот во всех остальных магазинах они цепляют. Ну, в общем, вот эти вот простыни вот сюда вот. И здесь на всех языках написано целые тома и какие-то книги. О чем-то непонятно о чем. Состав где-то в самом углу, мелкими буквами. Что вы отчаетесь это все листать. И в конце концов махнете рукой и скажете, ну его нафиг, купи так, не понимая, в чем состав, что там в этом свитере. Мне кажется, что это сделано специально, для того, чтобы люди не могли прочитать. Потому что почему? Объясните мне хоть кто-нибудь, объясните мне, в чем смысл писать, я не знаю, тома всякой херни, а состав, вот, вещи, писать где-то в самом конце или в середине, или где-то в самом углу, вот такими малюпусечками, малюпусечками, губочками, чтобы никто не мог понять, из чего он состоит, и вообще невозможно было найти. Накипело у меня, девочки, потому что я хожу, делаю примерки, и каждый раз, даже в очках, для меня это невероятный челлендж, прочесть состав во всех магазинах, кроме яни-клуб. Я не понимаю, если бы я была вот директором чего-то, и меня бы спросили, я бы сказала, во-первых, пишите состав вещи, ткани, или шерсти, из которой она связана, или шита, вот такими большими буквами, что кажется, ох, мой, без очков, это прочитываешь. Сказавшему мою пламенную речь, я показываю вам этикетки, кстати, final sale, final sale, это значит, что его нельзя вернуть, еще лучше, вообще, конечно, во всех масс-маркетах, нет, в H&M, по-моему, у нас тоже нельзя вернуть, если вы покупаете на сейле, только в Zara можно, в Zara, хоть на сейле, хоть где, всегда можно вернуть, значит, 27 долларов, 28 он стоит, стоил он 69, 70, вот объясните мне, почему он стоил дешевле, чем вот этот свитер, стоил 120, тоже final sale, который стоил 120, и в котором один полиэстер, а в этом, в принципе, хоть 6% шерсти есть, не знаю, загадка, загадка цена образования всех магазинов, еще видите, затяжка, ну вот, симпатичный свитерок, но тоже полиэстер-полиамид, 28 долларов он, по-моему, сейчас стоит, размер small, и вот коротенький опять, ну вот, ну да, имеет место быть, короткие свитера, я очень редко такие ношу, вот с джинсами, например, как вы видите, я почти всегда ношу, чтобы подлиннее прикрываться, ну, такой можно надеть, с какой-то ютубкой, ну, не знаю, ну, ничего, такой, весь дырочек, надо что-то надевать вниз, потому что он есть, продуется, продувается, но неплохой, хорошенькая вязка, хорошая расцветка, опять же, девочки-вязальщицы, абсолютно уверенно, могут сами связать вот такое, единственный вопрос, который я задавала в прошлом видео, мне ответили, стоит ли это того, потому что, купивши нитки, вы, наверное, заплатите больше, или столько же за, только за нитки, и когда я показывала в Uniqlo свитер, который стоил 50 долларов, там было 30%, нет, 8% шерсти, и он стоил 50 долларов, такой вязанный весь, с косами, я спросила, дешевле ли будет купить нитки такого состава и связать самому, и мне одна девочка ответила, что вот купить нитки на такой свитер таким же составом будет стоить там 30 евро, например, 30 евро, это примерно, ну, может там 40, 45 наших долларов, а может и 50 даже, не знаю точно, какой сейчас курс, ну, сопоставимая цена, так, ну, если вы очень любите вязать, и вас, как бы, вас успокаивает это ваше хобби, то да, а если нет, то вот получается, что экономия это практически никакое, но, просто я знаю, что вязание это хобби, удовольствие, и поэтому, так, так что вот, можно самому связать вполне, я уверена, что девочки-вязальщицы вполне могут сами связать такой свитер, ну, и цена ему в базарный день, 28 тоже долларов, стоила он 70, вот опять же, непонятно, это здесь немножко хоть шерсти было, но цена у них одинаковая, хорошенький свитерочек, но он, не знаю, что-то я, не нужны мне свитера, не знаю, пусть живет, наверное, в шкафу у кого-то другого, ну что ж, симпатичный свитерок, видите, здесь он сделан так вот, ажурненько, такая вязка, пардон за мою голубую, мой голубой лифон, и, ну вот, узкий какой-то, короткий, ну как узкий, ну он нормальный ширина, это медиум, да, ну вот эта длина, ни туда, ни сюда, и тоже акрил, полиэстер, все вот это вот, рукавчик такой немножко, хорошенькая вязочка, но ни цвет, ни что-то, ни то, ни сё, ни поясочек, видите, какой он хаёшенький такой, хаёсенький, но 72 доллара, а стоил тоже 120, тоже акрил, полиэстер, и тоже вполне по силам связать любой вязальщице, я думаю, ну вот это, может быть, стоит уже вязать, а вот такой вязать, который стоит 27, я даже не знаю, что-то дороговато, дороговастенько, как-то, хотя симпатичнее, так, тоже полиамид, полиэстер, и все вот это, вот единственное, что мне нравится его фасон, что он такой широкий, у него красивый цвет, на видео кажется такой какой-то никакой, блеклый, а на самом деле он такой персиково-розовый, немножко персиково-розоватый, и коротковат, вот если бы он был вот такой, было бы в самый раз, но это смол, если бы он был, наверное, medium, или large, мне был бы он хорошо, а так вот он коротковат, и даже я бы хотела, чтобы он был пошире, понимаете, он такой большой вот тут, а и вот эта вот пройма, девочки, если честно, вы знаете уже, это очень неудобно, потому что ни под какое пальто его не засунешь, но если уже покупать такой свитер, так он должен быть большой, широкий, объемный, если уже терпеть пройму, так оно уже должно быть такое, чтобы оно все прикрывало, закрывало, и сзади, и спереди, а оно как-то куцевато, 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 и он стоит 42 доллара, тоже стоил 70, вот интересно, некоторые 70 стоили сейчас 27, 28, а этот еще, видите, не 40%, а может просто этикетку не наклеили, но по-любому, он мне, смол он мне коротковат, и с синтетикой, мне он мне очень нравится, и смотрите, у них есть размеры, экстра, экстра, смол, экстра, смол, смол, ларч, экстра, ларч, экстра, экстра, ларч, вот с размерной сеткой, они конечно молодцы, потому что такая очень обширная, объемная, размерная сетка для всех. Так, вот этот свитер мне нравится, мне только не нравится, очень высокое горло, вот если бы уже было, оно только чуть-чуть пониже, но его в принципе можно закрутить, наверное, вот так, честно говоря, вот это ларч, и вот он такой нормальный, подлиннее, и поширенее, вот как надо, знаете, как должен быть свитер, чтобы он закрывал все, ту самую, пресловутую паховую зону, шо ж я все вокруг да около, никак не произнесу, это страшное слово, паховая зона, и даже я бы сказала, что он немножко такой, широковатый, но в принципе нормально, в нем есть 4% шерсти, девочки, представляете, что вы думаете, 28 долларов на стофе, надо мне такой свитер, или бежать, без оглядки, никуда, никуда не заглядывая, и не оглядываясь, вот в нем, понимаете, нужно вот так вот закручивать горло, потому что то, как оно вот оригинально, я думаю, оно очень высокое, прямо, прямо мне шеи не хватает, может у меня просто шея короткая, а не голубая, сука, мне шеи не хватает, кроме нормального, просто потому что он широкий, так он такой вот, цвет очень красивый, лавандовый, просто здесь свет такой вот и примерочный, чтобы они провалились, почему они такой делают свет, как будто вы в покойнице какой-то находитесь, фу, не к ночи, но это сказано, господи, что я говорю, милю языком, ну вот такой вот, лавандовый цвет, красивый, видите какой цвет, может сейчас вам видно, красивый цвет, и он сейчас стоит 28, стоил он 69,99, размер large, вот что мне интересно в манго, что чисто полиэстровые свитеры у них стоят по 120, а хоть с капелькой, капелькой шерсти, они стоят по 70, странно, правда, не знаю, необъяснимый парадокс, может у них какие-то разные коллекции, вот этот, например, стоил 120, вот этот корова стоил 120, на самом деле из всех, мне больше всего понравился вот этот коровий свитер, но он как-то дорогой еще, дороговат, 56 долларов, ну, может на него и больше скидка есть, я не знаю, можно спросить, конечно, на кассе, потому что они не всегда клеят стикеры, ну, прикольный, правда, мне как-то он понравился, но у него тоже вот эта вот огромная пройма, неудобная, хотя у меня уже и пальто есть с такими проймами, ну, синтетика такая чистая, ай, не знаю, что-то не знаю, девочки, ну, что ж, девушки, сегодня вот такие у нас были примерки, все, как-то что-то все мимо кассы, ничего интересного, вообще манго меня разочаровывает всегда, практически, всегда, я смотрю блогеров из Европы, например, у них такие красивые магазины манго, и что там только нету, у нас манго, это вообще придаток какой-то чего-то, какого-то магазина, который вообще не, не знаю, он как бы, просто, они им сдают какой-то кусочек в свое помещение, и они здесь развернулись, но практически нету коллекции, нету, как вот в обычном магазине, все как-то не так, как всегда, как нормально, в нормальном масс-маркете, здесь еще один магазин, он подальше от меня, я просто сленилась в него ехать сегодня, поэтому зашла в этот, ну, в общем, может, в следующий раз, все, люблю, целую, всем привет, с каналом, пока-пока-пай!